Авторы проекта «Наше наследие» на практике убедились – это дело нужное и полезное. С начала работы уже есть результаты. Проведены встречи с талантливыми людьми, организованы выставки воспитанников многопрофильного центра. Очередное мероприятие было посвящено творчеству, а именно деятельности объединения по интересам «Мастерская настроение». Ярким его представителем является выпускница центра Анна Хомячук. Художница представила вниманию гостей выставку творческих работ, выполненных в технике из-за нить и вышивка. Эти направления требуют особой усидчивости. Судя по мастерски, выполненным картинам можно судить о характере их автора. Мне показалось это очень интересным. Я старалась, выполняла работу до конца. Талантливая девушка призналась, благодаря занятиям в многопрофильном центре она почерпнула немало интересного, что в будущем поможет ей в выбранной профессии. Пример автора Анны Хомячук, как старательной и целеустремленной ученицы, по мнению ее педагога, показателен для других. Это радость для любого педагога, что его ребенок состоялся, что его ученик состоялся. А этот ребенок талантливый, творческий, целеустремленный. Может быть, благодаря этим качествам состоялась ее сегодняшняя выставка. В рамках проекта «Наше наследие» был организован семинар-практикум для родителей и педагогов на тему «Знаю ли я своего ребенка». В нем приняли участие представители разных ведомств. В ходе диалога обсудили актуальные темы, проблемы в молодежной среде, взаимоотношения в семье, занятость ребенка и многое другое. Мы очень рады ответить на много, скажем, интересующих вопросов. Сегодня прозвучат вопросы, что такое дополнительное образование, его значение для воспитания наших детей. Потому что многопрофильный центр готова помогать в воспитательном процессе, скажем, всем родителям. Мы предлагаем досуговую деятельность, причем абсолютно бесплатную, в форме объединения по интересам в разных направлениях. Поэтому и тема здоровья, и тема безопасности сегодня прозвучит. И мы очень рады, когда к нам приходят не только дети, но и родители. София Бережная, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.